Дом, в котором жил Маршак, он же объект культурного наследия Дом Сомова, опять пролетел с замены коммуникации, уверяют его обитатели. Согласно новой программе капремонта, рассчитанной до 2052 года, трехэтажка на Фридриха Энгельса 21 до радикальных изменений может просто не дожить. Основные работы намечены здесь на сороковые. А износ сетей, электро- и теплоснабжения критически, говорят люди. Ситуацию теперь будут разбирать дополнительно. И, возможно, в обозримом будущем у дома все же появится шанс на реконструкцию. И вот это все должно как-то простоять и прожить, и прослужить нам до 47-го. Теперь сейчас на сайте какая-то информация, что 44-го года. Периодически горящая проводка в подвале, регулярные протечки системы отопления на чердаке. А в помощь только аварийка. Максимум, что делают рабочие, говорят жители, ставят хомуты на трубы или изолируют искрящие провода. Но хватает ненадолго. Шутка ли? Усадьба на Фридрихе Энгельсе 21 была построена еще в 1913-м. После неоднократных видоизменений введена в повторную эксплуатацию в 1958-м. И с тех пор по вопросам ремонта тишина не была даже текущего. Так что в начале века 21-го износ жизненно важных систем составил более 60-ти процентов. Причем официально, по результатам обследований. И в рамках проведения исследования была разработана проектно-сметная документация на все виды работ по дому. То есть и было все запланировано в 20-й, 22-й год или даже 23-й, 25-й. Как после обследования повторно проведенного непонятно зачем мы перешли на 47-й год? Вот это как бы вопрос. Новая региональная программа капремонта отбросила замену всех коммуникаций лет на 20. Единственное, что успели сделать в рамках предыдущих планов – новый фундамент, крыша и фасад. И то пока не до конца. Но жить легче не стало, говорят люди. К примеру, что такое тепло в этих просторных квартирах лишь представляют. Система отопления за 60 с лишним лет существования перестала справляться со своими обязанностями. Более 10 лет здесь в зимний период находиться было невозможно. То есть здесь жила моя бабушка и дедушка, и они одевали даже теплые куртки. Почему? Как-то я лет пять назад вызвала из управляющей компании слесаря, на что он мне сказал, что вы хотите старые коммуникации. И поскольку здесь они действительно такие древние, если обратите внимание, к батарее идут два вот этих стояка. То есть вверх батареи более-менее еще может быть теплый, а низ вообще абсолютно холодный. Мы не понимаем, почему мы платим квадре каждый месяц более 4,5 тысяч. В среднем 4,5 тысяч и более за этот отопительный сезон. Здесь 65,8 квадратных метров общая площадь. Сумма немалая, а мы вынуждены утепляться. После появления обновленной региональной программы капремонта воронежцы, причем не только жители дома Сомова, буквально завалили обращения Минстанции, так или иначе отвечающие за формирование этой самой программы. Мол, как доживет до середины века то, что давно вышло из строя и категорически требует замены. Не получив ответов, обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. В настоящее время мы формируем все обращения в единую заявку. И на сегодняшний момент то, что уже поступило, мы направили запрос и в фонд капитального ремонта, и в прокуратуру Воронежской области, чтобы получить все-таки ответ, каким образом эти сроки были перенесены и как они планируют дожить до капитального ремонта. И рады бы отремонтировать все и сразу, но столько денег у нас просто нет, говорят в фонде капремонта. Предыдущая программа реальные финансовые возможности регоператора не учитывала, поэтому и пришлось писать новую. Ну, к примеру, краткосрочная программа 2022, мы собирали порядка 8 миллиардов рублей. Но при этом она требовала сумму колоссальную, порядка 45 миллиардов рублей для исполнения. То есть физически у фонда капитального ремонта не было таких средств для ее исполнения. И тем самым у нас были и проверки многократные, и контрольно-счетная палата России, и прокуратуры в части того, что программа экономически не обоснована. Домов, оспаривающих сроки своего капремонта, в регионе уже около трех десятков. Алгоритм действий для таких случаев есть. Решение о переносе времени на более раннее принимает специальная комиссия, ближайшее заседание которой намечено на середину марта. В первую очередь нужно, значит, это заявление в Департамент жильческого и коммунального хозяйства. Потом это должно быть согласие всех собственников. Это должно быть, ну, свидетельство, фото, видео, какая-то фиксация, материал. Ну, нужно в первую очередь заявление и обратиться к телефонным звонкам в Департамент жильческого и коммунального хозяйства. И там полностью дадут разъяснение, что, как и когда такая комиссия будет. Комиссию мы стараемся не затягивать, собираем раз в месяц. Трехэтажку на Энгельса 21 местные между собой давно окрестили Потемкинской деревней. Мол, за отремонтированным фасадом гнилые коммуникации. Как объект культурного наследия, дом Сомова обязаны сохранять по закону. Но сделать это самостоятельно, говорят люди, просто не смогут. Не хватит средств. Так что искренне надеются, что дополнительные обследования хотя бы немного сместят сроки проведения капремонта в их пользу.